здравствуйте меня зовут пастор рик карелли сегодня у меня очень особое послание для моих украинских братьев и сестер рассеянных в разных странах по всему миру в частности в европе и америке я рад что многие из вас выбрали приехать в америку бог дал мне кое-что особенное для вас и скажу еще раз что говорил множество раз до этого штаты очень поддерживают украину наши законодатели наши конгрессмены говорят об этом и как вы знаете наш президент всем сердцем поддерживает украину военно и финансово и так мы молимся за вас мы любим вас и бог проведет вас через эту ужасную войну и это ровно то о чем я буду проповедовать сегодня начнем с молитвы дорогой господь я благодарю тебя за моих многих многих украинских друзей некоторые из них в украине некоторые в других местах кто-то в украине кто-то в других странах польше и соединенных штатах и где бы они ни были кто бы это не слушал мы верим что дух твой святой проговорит к ним и послужит им и господи дай нам всем надежду мы благодарим тебя за это в могущественное имя иисуса христа аминь шалом сегодня будем читать из евангелия от марка 4 глава с 35 по 41 стихи очень известное местописание иисус успокаивает бурю 35 стих вечером того дня сказал им переправимся на ту сторону ту сторону моря галилейского конечно же и они отпустив народ взяли его с собой как он был в лодке с ним были и другие лодки и поднялась великая буря волны били в лодку так что она уже наполнялась водою а он спал на корме положив подушку под голову его будет и говорят ему учитель неужели тебе нет нужды что мы погибаем и встав он запретил ветру и сказал морю умолкни перестань и ветер утих и сделалась великая тишина и сказал им что вы так боязливы как у вас нет веры и убоялись страхом великим и говорили между собою кто же сей что и ветер и море повинуются ему как я уже сказал это известное местописание вы читали его сотню раз и хочу дать небольшое предисловие перед тем как мы перейдем к сути послания здесь в америке мы росли с этой великой библейской истории она такая невероятная когда мы были детьми нас учили о том как иисус спал пришла буря ученики разбудили его и конечно же иисус успокоил ветер море невероятно мы слышали это учение раз за разом по мере того как мы росли та же история и так в очередной раз читаю разбираю и я верю что в этом местописании у духа святого есть особое слово для украины и так вернемся к истории иисус в лодке он говорит давайте поплывем на ту сторону но раз иисус сказал давайте поплывем на другую сторону значит так и будет имейте в виду иисус не пытался избежать толпы он плыл на другую сторону чтобы послужить все верно он собирался в землю гидисорецкую он покидал израиль оставлял известное ради неизвестного но иисус мог выдержать это не уверен по поводу апостолов помните иисус сказал поплывем на другую сторону и и внезапно начинается буря море галилейское окружено холмами и это вполне естественно что может наступить внезапный и сильный шторм как некоторые города в америке посреди солнечного дня через пару часов может начаться снежная буря или ураган итак сильная буря великая буря усиливается и усиливается а в это время иисус в лодке спит себе на подушке отдыхает вот на что стоит обратить внимание в этой истории в лодке были 12 апостолов четверо из них были профессиональными рыбаками петр андрей яков и иоанн треть лодки они наверняка проходили через это сотню раз они знали каково это рыбачить и внезапно сражаться с стихиями стихиями природы это была часть их работы но это буря конкретно это буря была им не по плечу они не могли с ней справиться они профессионалы они зарабатывали этим на жизнь и возможно это была единственная работа в их жизни они так кормили семьи и даже они они запаниковали им казалось что они утонут что они погибнут и им пришлось разбудить и иисуса профессиональные рыбаки которые проходили через это сотню раз они попали в ситуацию с которой не могли справиться если изучить греческий оригинал то мы обнаружим что это был необычный шторм необычная буря действительно это была необыкновенная буря например в матфея 8 24 сказано что это было внезапная и сильная буря и слово сильная в греческом это мегас отсюда производные мегатон означает великий необыкновенный также матфея 8 24 есть кое-что что очень привлекло мое внимание слово буря на греческом сайсмос из этого слова получается сейсмология сейсмический а что такое сейсмический это когда земля трясется земля трясется итак сильный ветер сильный дождь океан или скорее море вышло из под контроля и в дополнение ко всему еще и земля трясется и это все одновременно может поэтому эти закаленные рыбаки запаниковали ведь раньше они через такое не проходили лодку заполняла вода и наверное из-за волн ее даже не было видно итак в марка 4 37 используется слово вот какое для бури ветреная буря вихрь ураган господи боже итак буря сильная буря сильный дождь сильный ветер в это время еще и земля трясется землетрясение еще и буря превращается в ураган апостолы очень испугались и вы бы тоже испугались они конечно же впали в отчаяние лодка заполнялась водой они были в опасности в очень сильной опасности Иисус в той же лодке спит на подушке и слушайте внимательно это послание для Украины Иисус спал на подушке мне кажется что она представляет собой веру как можно спать во время бури как можно оставаться в шаломе как можно спать когда все вокруг разваливается это вера итак Иисус лежит себе отдыхает дремлет апостолы будят его и они взывают к нему Матфея 8.25 Господи спаси нас погибаем Марк 4.38 Учитель неужели тебе нужды нет что мы погибаем Луки 8.24 наставник наставник погибаем и местописание которое мы только что прочитали неужели тебе нет нужды из этого нам понятно что у них не было откровения о Божьей любви Божья любовь она дает защиту стабильность неужели нет тебе нужды Иисус ходил с ними Иисус давал им обеспечение Он учил их Он защищал их а они даже не понимали насколько Иисус заботился о них и любил их Вы знаете чем все закончилось Он проснулся Он запретил ветрам и морю и сказано что была великая тишина до этого была великая буря а после того как Иисус сказал слово была великая тишина и он сказал успокойтесь остановитесь и все успокоилось и после того как Иисус запретил ветру и морю и дождю Он обличил апостолов в одном из переводов сказано что с вами не так где ваша вера у апостолов была следующая реакция они были удивлены и поражены кто он такой что это за человек что даже ветер и море повинуются ему вот что стоит вам запомнить каждый раз когда вы сталкиваетесь с трудными обстоятельствами проблемами в жизни если вы были верны послушны вы пройдете эти проблемы и обстоятельства а что в конце какой результат новое откровение об Иисусе ооо оно того стоит да и у апостолов было новое откровение что даже ветер и море повинуются у них было откровение о том что Иисус может управлять силами природы когда я читал это местописание вот что мне пришло на ум мы все проходим через буря мы все проходим через проблемы неприятности если вы верующий или в принципе если вы просто человек то постоянно вы через что-то проходите есть такая мысль что когда заканчивается одна проблема то начинается сразу же другая но я не хочу о негативном итак нас учили этому еще с детства в церквях что вы будете проходить через буря в жизни но Иисус Он есть призовите Его и Он позаботится о вас Он проведет вас через бури Он успокоит их и конечно же я говорил аминь на каждую такую проповедь итак есть один нюанс это был не просто шторм не просто буря это была очень исключительная буря исключительно сильная исключительно опасная такая буря что даже профессионалы с ней раньше не сталкивались она была не такой как другая невозможная на первый взгляд необычная буря необычные житейские проблемы но что-то очень необыкновенное из ряда вон выходящее что-то имеющее огромные пропорции итак я разбирал это местописание Дух Святой показал мне что это именно то через что проходит Украина и мои дорогие украинцы которые сейчас в России да мы все проходим через проблемы мы все проходим через ситуации но сколько стран сейчас столкнулись с войной в нашем мире конечно американцы не проходили такую войну да у нас были военные конфликты в Ираке Иране Афганистане у нас была война во Вьетнаме война во Вьетнаме давно была но американцы могут понять что такое война мы видели фильмы о мировых войнах но для нас это больше как телешоу нереальность но вы невероятные люди проходите через что-то что явно ненормальное выходит за грани этого и как на это реагировать вот что стоит помнить Иисус с вами в лодке он в лодке и он не спит на самом деле Иисус в вас и вы в вас в Иисусе и он всегда рядом готов помочь я это еще раз скажу он с апостолами перебрались на другую сторону а вы проходите через войну это самое худшее что может случиться с человеком нет ничего хуже войны и он переправит вас на другую сторону и так каким образом каким образом Иисус переправит вас на другую сторону давайте еще раз разберем эту историю раз что сделали апостолы они призвали Иисуса они разбудили его они призвали Иисуса второе они поняли и исповедали ну не совсем исповедали но они поняли что Христос был с ними как я сказал он был с ними в лодке а мы то лучше у нас есть Христос в нас помните Христос в вас и он сказал идем на другую сторону и в вашей ситуации призывайте Иисуса призывайте Иисуса и понимаете признавайте кем Он является и что Он может сделать призывайте Его и увидите Его величие и третье делайте то что делал Иисус делайте то что делал Он а что Он делал Он провозглашал Слово Божье и запрещал всему он стоял верой Иисус сейчас так не делает но мы должны Он дал нам всю власть и силу все что было у Него Он оставил нам да призывайте Его признавайте Его силу но третье вы должны применять это теперь вы должны стоять в лодке в Библии сказано что Иисус проснулся он встал когда Его будили а теперь нам нужно стоять в вере и делать то что делал Он а если делаете что Он то получите результаты которые были у Него это некоторые такие уроки для себя я ободряю вас мы любим вас у меня есть сотни может тысячи друзей кто-то из вас знает меня мы вместе служили общались и мы любим вас всем своим сердцем несмотря на эту трагедию войны Иисус переправит вас на ту сторону помните если Иисус что-то сказал то так и будет не важно насколько сильной эта буря может быть Он может вас через нее провести а вот еще мысль большие бури производят большие чудеса апостолы никогда не переживали такую бурю но апостолы не переживали и чудо такого масштаба также всегда всегда помните Бог любит вас Бог вас любит никогда не подвергайте сомнениям Его любовь как апостолы Его любовь производит безопасность стабильность Он всегда хочет и готов провести вас через проблемы Он всегда готов всегда хочет помочь вам взирайте на Него взывайте к Нему и делайте что делал Он и у вас будут его результаты у меня есть свидетельство я путешествую в Украину уже 32 года я только недавно вернулся был в ноябре также я был там за неделю до начала войны 24 февраля я был в Украине а потом поехал в Эстонию я был в Киеве в октябре был в Николаеве был в Херсоне я много ездил в Украину у меня наверное уже 55 поездок в Украину я даже уже не считаю ну около 60 я знаю некоторых великих мужей и жён веры великих пасторов великих слуг великих людей люблю украинцев я знаю многих из них и вот что могу сказать не было ни одного моего друга или знакомого который погиб бы в этой войне никого никого из тех кого я знаю никого не убили и также никто не пострадал во время войны был у меня друг у него была проблема трудность но не помню в чём был момент но никто не погиб я знаю столько людей за 32 года 55 разных церквей я был в Харькове в Киеве в Ирпене в Крыму в Херсоне в Николаеве в Одессе и в маленьких городах и сёлах даже был в Харькове и все эти люди которых мы знаем которым служили остались в живых никто не погиб и никого не ранило Бог проведёт вас через это не сдавайтесь будьте верными оставайтесь верными Ему апостолам казалось что они погибают вот-вот умрут им казалось что жизнь была под угрозой но с ними был Иисус последнее слово всегда за Иисусом когда мы взираем на Него взываем Ему признаём Его последнее слово всегда за Ним что бы ни происходило а в Америке кажется что у нас есть проблемы в наших личных жизнях финансовые проблемы со здоровьем что-то что-то с правительством культурная война библейское мировоззрение против мирского атеистического да у нас есть проблемы но никто из нас не проходит войну я не могу объяснить почему война происходит в Украине с такими дорогими людьми но посреди бури Иисус переправит вас на другую сторону давайте помолимся Господь мы любим тебя Господь мы благодарим тебя что ты заботишься о нас защищаешь нас и наши семьи Господи Иисус мы стоим в вере мы провозглашаем в вере Господи Ты не дал нам дух страха но любви и целомудрия трезвого ума Господи никакое оружие созданное против нас не будет иметь успеха в Библии сказано что враг придет одним путем а убежит семью ты тот Бог который успокоил бурю тот ураган то землетрясение ты тот Бог который может успокоить любую бурю в любом месте в любое время Господь я провозглашаю 90-й псалом на Украину я провозглашаю на верующих провозглашаю на президента Господь 90-й псалом сохраняй 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 страну спаси эту страну и посреди такой тьмы пусть свет Евангелия будет проповедан и Господи мы благодарим тебя за то что так много душ приходит ко Христу Господи ты переправишь нас на другую сторону в твое могущественное имя мы молимся аминь и аминь как я уже говорил ранее я только вернулся из поездки в Украину на момент записи еще и месяц не прошел я был в Херсоне где столько обстрелов было но это было так тепло моему сердцу услышать как церкви подымаются как пастора ведут свои общины распространяют гуманитарную помощь и помогают своим сообществам как только могут и мне сказали что все сейчас взирают на церковь и очень хвалят ее и все благодарны за благословение которое от нее исходит напоминает мне это Матфея 5 глава Иисус сказал да светит свет ваш там было сказано о городе на холме и что не нужно прятать свет под кровать и что люди увидят ваши дела не веру а дела они увидят ваши дела не любовь а дела и восхвалят Бога Он прославится и так посреди греха и боли есть свет Евангелия и он распространяется практически и больше людей приходят ко Христу и мы можем возрадоваться этому и будем молиться чтобы так и было дальше помните Бог проведет вас через войну и так до следующей встречи или нашего общения скорее я вам что-то говорю но помните Иисус с вами призывайте Его и делайте свою часть есть Божья часть и наша часть помните об этом призывайте Его признавайте Его и применяйте свои уста провозглашая Слово Божье и конечно будьте в послушании Ему где бы вы не были в Украине в странах Европы в Америке некоторые я слышал уехали в Австралию благословений оботрения Бог благо хорошего дня мы любим вас и будем молиться за вас Аминь